здравствуйте ребята многие меня просили рассказать что с электричкой как она едет когда холода вот частично холода настали и постараюсь разбить на несколько блоков вот те вопросы которые вы задавали первый вопрос это какие ты поставишь шины я поставил шины continental шипованные ice contact 3 купил я их все эти шины центров икос просто позвонил сказал дайте мне вот эту топовую шину это реально топовая шиповка на сегодня меня записали на шиномонтаж я приехал мне все сделали и сейчас шина уже жужжит вот этими шипами да для электрички наверное это доставляет немного дискомфорта потому что я все-таки это слышу но так как большую часть времени я провожу в загородном доме то мне нужны шипы наверное сейчас чуть-чуть побольше расскажу о самой шине там есть очень прикольный интересный момент смотрите в общем кроме огромного количества технологий в этой шине здесь есть очень интересный момент вот объясню просто чтобы было понятно вот изготовили на заводе шину далее шипы интегрируют в шину в компаунд и подвергает процессу вулканизации понимаете да то есть это химическая реакция максимально стягивает шип с компаундом и это как заявляет производитель полностью исключает выпадение шипов вот это мы кстати весной проверим ну а если вам интересно как и покупал диски прописывал дачки и прочее что происходило далее на шиномонтаже посмотрите заказал диски на каспе 16 красота едем дальше едем за датчиками давления в шинах сканируем родные датчики отсканировали сам датчик их 4 выбрал простой черный цвет и надо написать где задняя левая правая передняя правая и левая клонируем информацию с родного датчика на датчик который будет стоять уже на зимних колесах в зимних шинах дисках прогрессия пошла вейкас пойдемте посмотрим тут много всего интересного но нам нужны да нам нужны вот эти вот ice contact 3 это на сегодня топовая шипованная шина ну что шиномонтаж в самом разгаре тут и ставим прописанные датчики на диск и обязательно нужно поставить маркировку где какой датчик чтобы стали на свои места в данном случае это заднее правое подписались внутри ну чтобы чистенько чтоб снаружи не было видно важная маркировка сделано в германии интересный момент феном прогревает то место которое обезжиривали для грузиков в ноль многие спрашивали чё там с печкой когда холодного час один градус тепла ну не сильно холодно посмотри у меня работает здесь 26 я поставил два деления мне как бы нормально когда начинает заплативать стекло кондер включается я его часто просто выключая но вот 26 идет теплый воздух я не знаю тут есть наверно побольше вот есть 31 32 даже есть хай вот включили вы хай нужно наверное немного подождать все пошел горячий воздух то есть для меня проблема комфорта температурного в электричке вот при этой температуре хотя бы уже и минус 10 никаких вопросов я не вижу да она потребляет а сейчас она жрет один киловатт а вот на двоечку на хай у нас ну наверное когда будет сильно холода допустим 4 потому что вот у меня еще показывает средний расход 13 4 киловатта будет допустим зимой даже 20 меня это будет вполне устраивать так что с точки зрения того теплая машина или нет вот у меня тут просто футболка и вот легкая кофточка мне тут комфортно многие спрашивали чё в итоге по зарядке чё по деньгам я уже это несколько раз объяснял но повторюсь еще раз потому что есть маленький лайфхак смотрите я двухлитровую бензиновую полноприводную машину на автомате заправлял в неделю на десять тысяч тенге за неделю я заправляю электричку рук где-то полтора заряда то есть один полный заряд и пол заряда я примерно так вычитал потому что я иногда просто приезжаю зарядку ставлю иногда не ставлю особо не вел все эти исчисления потом многие сказали что по деньгам это не выгодно ну вот получается у меня две тысячи тенге сейчас подняли здесь в загородных наших участках стоимость электричества до 38 тенге за киловатт короче мне в неделю обходится две тысячи тенге это получается в 5 раз дешевле чем бензиновая полноприводная машина многие сказали ты когда заказываешь из китая там зарядка родная идет и у нее там вилка китайская вот эти все адаптеры которые ты ставишь на чтобы перейти на евро и вставить это в 220 они мол горят и прочее ребят простой лайфхак я вывел кабель с заземлением для медленной зарядки купил вот такую вот китайскую розетку айпишно и никаких проблем теперь нет просто вставил и забыл приехал вечером на зарядку с утра даже не смотрю сколько у меня там процентов то есть мне всегда хватало чтобы в городе подвигаться и по бокам обратно допустим приехать и вот горные участки здесь все проехать потому что дорога тут ну такая можно сказать сложная и как бы не было такого чтобы я поднимаюсь допустим наверх и понимаю что метров 2 процента я один раз специально это довел до двух процентов чтобы там раз три месяца желательно батарею калибровать то есть хотя бы что было там два три процента заряда и на медленную зарядочку вот я тогда специально довел до состояния то но в целом сейчас сколько тут 59 процентов то есть каких-либо проблем загородной жизни если вы живете там 20-30 километров от алматы как у меня получается я не испытываю есть розетка 220 я большую 7 киловатт и кстати еще все таки в гараж не провел потому что у нас проекты съемки строительство там и прочее но проведу ее уже наверное весной кабель все проложим гофры и расскажу как она заряжает и что там с ней происходит то есть отвечая опять на самый главный вопрос на самом ли деле дешево ли заправлять электрокар да даже если стоимость поднимется до 50 тенге за киловатт и удобства не стою в очереди не пью дрянной кофе на заправках а просто приехал потратил ну сколько там 10-15 секунд чтобы взять зарядный пистолет вставить его в автомобиль вот вот все дела а эту штуку крайне рекомендую заказано на нашем любимом маркетплейсе пиндуо дуо в итоге первые дни холодные режимируем во первых на этих колесах я купил новые диски и они меньшего диаметра то есть были у меня 17 сейчас 16 профиль у меня стал выше потому что уйдя от 17 дюйма на 16 у меня было 215 60 теперь 215 65 это мягкая электричка реально мягко но сейчас по ямам я уже начинаю чуть-чуть борзеть и еду уже прям придавливая педаль и мне это нравится потому что они стали такие красивые бублики смотрится прикольно клиренса это не добавила как бы но мягкости добавила за счет профиля что зимой залил не замерзайку кстати силиконом я попрыскал стеклоочистители и они нормально работают потому что все грешили на то что китайские родные так себе и стоя все больше ничего не делал машина перебута езжу зимой за город город без всяких проблем кстати я также недавно скажем так в кавычках приобрел себе возможность бесплатного паркинга в городе алматы это у нас законодательно закреплено и поэтому если интересно в следующей серии в коротких видео могу рассказать как это сделать буквально там на это уйдет 7 дней то есть заполняйте все документы там за 20 минут и ответа ждете в течение недели так что увидимся в следующих сериях у нас эксплуатация электрички будут продолжаться зимний период и когда прям все белое красивое будет мы где-нибудь подизелим и посмотрим на что способны континенталь а из контакт 3 скоро увидимся